Американская мечта Совсем немногие из них смогли реализовать себя в погоне за ней. Кто-то не имел ничего, но смог получить что-то. Кто-то имел очень многое, но ему оказалось этого мало. И в этой погоне за мечтой он отправился дальше. К той опасной черте, пересечь которую способны лишь единицы. Бывший начальник отдела внешней контрразведки ЦРУ, потомственный американский разведчик, работавший в структуре на протяжении 31 года, Олдрич Эймс стал одним из самых ценных агентов советской и российской разведки за всю историю отношений двух стран. Около 10 лет Эймс работал на советские и российские спецслужбы. О его существовании в СССР знало лишь небольшое количество высокопоставленных сотрудников, которые разрабатывали сложнейшие операции его прикрытия. Наш герой родился незадолго до вторжения германских войск в Советский Союз, 26 мая 1941 года, и стал старшим братом у двух сестер в семье. Уже с 1957 года Эймс начал подрабатывать в ЦРУ в качестве мелкого архивного служащего ранга GS-3, занимавшегося пометкой совершенно секретных материалов. В силу своего свободолюбивого характера работать в ЦРУ постоянно Эймс не планировал, однако поднявшись по карьерной лестнице до ранга GS-7, он все же решил продолжать работать. В 1969 году Эймс женится на сотруднице ЦРУ Нэнси Сегебард. Затем Эймса отправляют в Турцию, где он занимается вербовкой советских агентов. Однако работу Эймса там оценивают невысоко, учитывая еще и то, что наш герой имел давнюю привычку периодически уходить в запой. Вы удивились? Теоретически разведчик вообще должен уметь или хотя бы знать способы, как не пьянеть. Но это не в нашем случае. Наш разведчик и вербовщик оказался в этом отношении очень уникален. А раз уникален, значит, наши приключения продолжаются. В 1974 году на рождественской вечеринке Олдрич очень хорошо напился и познал все прелести своей коллеги по ЦРУ, перейдя с ней, как говорят в спорте, в полный контакт. Как вы думаете, понес ли какое-нибудь наказание наш герой за такое непостижимое своевольство? Вы правильно подумали. Его снова пронесло. Но пронесло не просто так. Ему удалось заполучить важные чехословацкие документы. Это очень понравилось его руководству. И вместо выговора за непристойное для разведчика поведение нашего героя снова отправляют, куда бы вы думали? Правильно, на повышение. Однажды Эймс по невнимательности оставил чемодан с важными документами в Нью-Йоркском метро, что было просто недопустимо для разведчика. Но только не для Эймса. Конечно же, он получил за этот проступок устное предупреждение. И этот же 1976 год был для него отмечен очередным продвижением по службе. В 1981 году Эймса направляют в Мехико. Однако там он справляется с заданиями очень слабо. Здесь необходимо понимать, что именно в тот период личная жизнь мужчины в расцвете лет начинает идти под откос. Отдалившись от своей супруги, одинокий и одичавший Эймс начал постоянно заглядывать в питейные заведения. И вскоре завел сразу несколько любовниц. Усугубляя ситуацию постоянным пьянством, на одном из дипломатических приемов Эймс устроил перебранку с кубинским чиновником. Что, как вы понимаете, нельзя назвать обычным в поведении сотрудника ЦРУ. В октябре 1982 года Эймс знакомится с очень яркой и колоритной личностью Марией Дель Розарио, которая на тот момент занимает пост Аташе по вопросам культуры при посольстве Колумбии и является информатором ЦРУ. Марией оказалась настолько привлекательной для Эймса, что в его жизнь вновь возвращаются серьезные отношения. С Марией они начинают обедать в лучших ресторанах и вместе посещают самые роскошные правительственные приемы. Несмотря на любовь Олдрича к свободе и красивой жизни, а также не всегда типичное для разведчика поведение, в сентябре 1983 года, как вы уже, наверное, снова догадались, ЦРУ назначает Эймса руководителем Вашингтонское отделение контрразведки, курировавшее операцией на территории СССР. Эймс получает доступ ко всем делам сотрудников ЦРУ, осуществляющих разведывательные и контрразведывательные операции против СССР, а также к планам операций и различных действий против сотрудников КГБ и ГРУ. Вникая в новую работу, Эймс был поражен. Насколько глубоко ведомства и учреждения великого и могучего Советского Союза были пронизаны щупальцами ЦРУ. А тем временем Мария, постепенно войдя во вкус красивой жизни, начала требовать от Эймса развода с женой. Нэнси совершенно не планировала выступать в роли жертвы и дала согласие на развод, но при этом заявила, что собирается оставить себе большую часть совместно нажитого имущества. Помимо этого она взяла с Эймса обязательство о том, что в течение трех с половиной лет он будет выплачивать ей ежемесячно алименты в сумме 46 тысяч долларов. В октябре того же года Эймс окончательно разводится с Нэнси и начинает встречаться с Розарио. Яркая и безудержная Мария ни в чем себе не отказывала. В частности, только на телефонные звонки домой в Колумбию она тратила ежемесячно около 400 долларов. А наш герой Улдрич Эймс, будучи человеком благородным и щедрым, что тоже далеко не всегда свойственно разведчику, пообещал оплатить все ее долги. Но к концу 1984 года его собственные долги составляли около 34 тысяч долларов и по факту он был не в состоянии этого сделать. Еще 16 тысяч он оставался должен первой жене, по соглашению о разводе. Зарплата же составляла всего 45 тысяч долларов. Когда нужно было как минимум в два раза больше. В общем, Эймс оказался в ситуации, очень близкой для множества наших соотечественников, которые решили взять большой кредит. Как-то раз Эймс тихо мечтал, оторвавшись от реальности, и вдруг вспомнил о том, что однажды КГБ предложил одному из его подчиненных 50 тысяч долларов за шпионские услуги. «Это было почти то, что надо. Чтобы можно было оплатить все мои долги», подумал тогда наш герой. Тем временем руководство поручило Эймсу завербовать пресс-атташе советского посольства. Но тот с самого начала дал понять, что сотрудничать с американской разведкой не намерен. Однако предложил обратиться к эксперту по контролю над вооружениями Сергею Чувахину, зная заранее, что Чувахин терпеть не мог все американское и завербовать его не было никакого шанса. Эймс, естественно, не подозревал об этом и начал буквально донимать Чувахина телефонными звонками. В итоге они договорились вместе пообедать. За час до встречи Эймс отпечатал записку, в которой написал, что за 50 тысяч долларов готов назвать КГБ имена трех агентов, в настоящее время завербованных в СССР. Прибыв на место встречи, Эймс, как обычно, активно принялся за спиртное. Чувахин не появлялся. Эймс начал нервничать. Ему было известно, что ФБР фотографировало всех американцев, входящих в здание советского посольства. Но он все же имел официальное разрешение ЦРУ на контакты с русскими. Время шло, и он решил действовать первым. Сложно сейчас сказать, насколько сильно на него в тот момент действовало выпитое спиртное. Но он решительно вошел в советское посольство и вручил встретившему его охраннику заготовленный конверт. А затем удалился. Через несколько дней уже Чувахин перезвонил Эймсу и предложил встретиться в посольстве, на что Эймс и согласился. Чувахин проводил его в специальную комнату, где и состоялась первая встреча Эймса с руководителем Вашингтонской резидентуры первого главного управления КГБ СССР полковником Виктором Черкашиным. Вместо разговора советский резидент молча вручил гостю письмо. В письме говорилось. «Мы с большим удовольствием принимаем Ваше предложение. Господин Чувахин не является офицером КГБ, но мы считаем его надежным и зрелым товарищем. Он передаст Вам деньги во время обеда, если Вы пожелаете обменяться записками еще». Эймс тут же написал на обороте. «Хорошо. Большое спасибо». И они вместе с Чувахиным отправились на ланч, где Эймсу был вручен пакет с 50 тысячами долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова